Добрый вечер! В эфире Ажуна Кришна Даск. Мы будем начинать наши стараться трансляции раньше, чтобы еще раньше ложиться спать. Почему? Потому что утро вечера мудренее. Итак, продолжаем читать книгу «Источник вечного наслаждения» Шишимата Чибактивиданте Свами Шамбрупада, дочерь основателя Международного общества сознания Кришны. Мы читаем вторую главу, она у нас скоро закончится, это очень философская глава, поэтому мы ее по кусочкам читаем. Продолжаем читать молитвы полубогов Господу нашему Кришне. Для людей еще не достигших абсолютного знания о Всевышнем Господь Кришна являет свои трансцендентные развлечения. Они могут просто думать о развлечениях Господа и извлечь из этого всевозможные блага. Все возможное благо. Поскольку нет разницы между трансцендентным именем и формой Господа, то нет разницы между трансцендентными развлечениями и формой Господа. Для не слишком умных людей, то есть для женщин, рабочих и торговцев, великий мудрец Вьясадева написал Махабхарату. В ней описывается Кришна и его различные деяния. Махабхарата — это история, и просто изучая, слушая и запоминая описание трансцендентных деяний Кришны, не слишком умные люди могут также постепенно подняться до уровня чистых бхакт. Вот в действительности мы все с вами не слишком умные люди. Потому что люди современной цивилизации находятся под преобладающим влиянием гун или режимов страсти и невежества. Если это смешанная режим страсти с невежеством, то это торговцы. Ну или как сейчас у нас принято называть его барыги. То есть те, кто сейчас управляют планетой Земля, вот эти все англосаксы и так далее, все банкиры, вот эти вот ФРС, центробанки разные, доллары и так далее. Те, кто обладает этим — это вот торговцы. И их некоторое количество, большинство же людей — это рабочие за зарплату и также женщины. Эти три категории людей, то есть люди, а женщины — это отдельная категория людей. И хотя женщины пытаются бороться за равноправные права с мужчинами, но мы видим, что мы уже равны сейчас. Потому что мы все с вами подпадаем под эти три категории. Торговцы, женщины и рабочий класс. Более высоких классов сейчас просто практически не существует. А если они есть, то они в очень деградировавшем состоянии. И что объединяет вот эти три типа живых существ, три типа людей, то есть женщины, торговцы и рабочие — это недостаточная способность контролировать свои чувства. То есть эти три класса людей с трудом контролируют свои чувства. И при этом практически на одном уровне поэтому находятся. Вот для них написано было «Махабхарата». Такое простейшее произведение для понимания. Мы же сейчас читаем более сложное произведение. Но почему мы его, именно его читаем? «Махабхарата» мы уже закончили недавно, на той неделе читать. И сейчас мы читаем вот это сложное произведение «Шримад Бхагаватуму», «Десятую песнь» по одной причине. Потому что сейчас это произведение, оно открылось для нас. То есть с него сняты ограничения на понимание. В прежние времена это произведение могли понять только люди высочайшего класса, которые носят название парамахамсы. Это личности, которые находятся выше всех классов человеческого общества с точки зрения контроля чувства и самоосознания. Не потому что они такие высшие, то есть что хочу, то и творю. А потому что они как раз таки очень хорошо контролируют чувства и они делают только то, что действительно может принести пользу окружающим людям. Вот для таких, такого типа людей был открыт Шримад Бхагаватум в прошлые времена. Но сейчас по воле и заявлению самого Кришны Бхагаватум может понять любой человек. То есть мы все с вами очень удачливые люди, что можем понять Бхагаватум. И вот мы сейчас читаем «Десятую песню». Это сердце Бхагаватум. Это то, что является квинтэссенцией, центральной частью Шримад Бхагаватума. То есть темы самые сложные для понимания. И мы их читаем сейчас. Это означает, что мы способны их понять. О чистых бхактах, которые всегда поглощены мыслями о трансцендентных лотосных стопах Кришны и которые всегда заняты преданным служением в полном сознании Кришны, нельзя думать, что они находятся в материальном мире. Шри Рупагасвами объяснил, что те, кто всегда погружены в сознание Кришны телом, умом и поступками, должны считаться достигшими освобождения даже и в этом теле. Это также подтверждается и в Бхагаватгите. Те, кто заняты преданным служением Господу, уже поднялись над материальным уровнем. Итак, ключ к пониманию Шримад Бхагаватума, то есть ключ к пониманию вот этой концепции мироздания, как все здесь управляется, здесь и за пределами этого материального мира, кто управляет, кто такие мы, какие у нас взаимоотношения и так далее, и так далее. То есть все вот эти вот категории знания, которые носят общее название «Абсолютная истина», они заключены в Шримад Бхагаватуме. Ключом является преданное служение. Если человек начал заниматься преданным служением, то он очень быстро начинает понимать, что почем. И как запустить этот механизм преданного служения? Очень просто. Для этого нужно собираться вместе и повторять маха-мантру «Харе Кришна Харе Кришна Харе 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 Рама Харе Рама Рама Харе Харе». Кришна является для того, чтобы дать возможность как бхактам, так и тем, кто ими не является, осознать конечную цель жизни. Бхакты получают прямую возможность видеть его и поклоняться ему. Все, кто не находится на таком уровне, получают возможность узнать о его деяниях и так подняться до того же положения. О, дорогой Господь, о тот, кто всем управляет. Когда ты появишься на земле, все демоны, такие как Камса и Джарасанха, будут побеждены и благоденствием воцариться в мире. Когда ты пройдешь по миру, ты оставишь на земле отпечатки знаков с твоих лотосных стоп, флаг, трезубец и молнию. Этим ты облагодетельствуешь как землю, так и нас, тех, кто с высших небесных планет увидит эти следы. О, дорогой Господь, продолжали полубоги, ты нерожденный, поэтому мы не хотим, а не находим другой причины твоего явления, кроме как для твоих несущих наслаждение развлечений. Хотя причина явления Господа дается в Бхагавадгите, он не сходит только для того, чтобы защитить бакт и уничтожить неверующих. В действительности он не сходит для радостной встречи с бактами, а не для того, чтобы уничтожить демонов. Демонов может уничтожить сама материальная природа. Действия и обратное действия внешней энергии материальной природы, творения, поддержания и уничтожения происходят сами собой. Но просто найдя убежище в твоем святом имени, ибо твое святое имя и твоя личность суть одно, бакты уже достаточно защищены. Защита бакт и уничтожение небакт не является основным занятием Верховной Личности Господа. Он не сходит лишь для собственного трансцендентного удовольствия. Не может быть никакой другой причины его явления. Очень важный момент. Как только Кришна появляется в каком-то месте, в этом месте сразу же происходит уничтожение всех неблагоприятных сил, и восстанавливается баланс, нарушенный баланс, нарушенный равновесие в системе ценностей, и устанавливается мир во всем мире. И мы видим, что там, где Кришна появляется в виде своего имени, в виде Харе Кришна мантры, немедленно устанавливается мир. И это могут подтвердить те, кто вместе собираются и поют Харе Кришна мантру. Пока мы поем Харе Кришна мантру, мы мирно живем друг с другом. Как только перестаем петь Харе Кришна мантру, все выключается и начинаем ругаться. То есть, когда люди поют Харе Кришна мантру, то гораздо проще контролировать свои чувства. Вот так это устроено, вот такой ключ дается сейчас к этой цивилизации. Поэтому так важно вдохновить всех людей на земле, независимо от их национальности, вероисповедания, возраста, пола, социального уклада, культурного уклада. Независимо ни от чего, собираться вместе и петь Харе Кришна мантру. Это решит все проблемы человеческой цивилизации. Это очень простой метод, очень эффективный, бесплатный и легко доступный для каждого человека. Дорогой Господь, Ты являешься как лучший в династии Яду, и мы в смиренном почтении склоняемся к Твоим лотосным стопам. До того, как явиться в этом образе, Ты также приходил в образе рыбы, вепля, лошади, черепахи и лебеди, а также как царь Рамачандра Парашурама и многие другие воплощения. Ты являлся только для того, чтобы защитить Бхакт, и мы просим Тебя во время этого Твоего явления, как самой Верховной Личности Господа, подобным же образом защитить нас во всех трех мирах и уничтожить все препятствия для мирного течения нашей жизни. Дорогая Мать Деваки, в Твоем лоне пребывает Верховная Личность Бога, Кришна, Который явится вместе со всеми Своими полными экспансиями. Он изначальная Личность, Господа, нисходящая для нашего блага. Поэтому Тебе не следует бояться Твоего брата, Царя Боджи. Твой Сын, Господь Кришна, изначальная Личность Бога, явится для того, чтобы защитить добродетельных Яду. Господь не только придет Сам, но и Его прямая, полная экспансия Баларама будет сопровождать Его. Деваки очень боялась своего брата Камсы, потому что он уже убил всех ее детей. Она очень беспокоилась о Кришне. В Вишнупуране говорится, что для того, чтобы успокоить Деваки, все полубоги вместе со своими супругами часто посещали ее и ободряли, ее говоря, что ей не следует бояться того, что Камса убьет ее сына. Кришна, пребывавший в ее лоне, должен был явиться не только для того, чтобы уменьшить тяжкое бремя, лежавшее на земле, но особенно для того, чтобы защитить интересы династии Яду и, безусловно, для того, чтобы защитить Деваки и Васу Деву. Известно, что Кришна перешел из Ума Васу Девы в Ум Деваки, оттуда в ее лоне, поэтому все полубоги поклонялись Деваке, Матери Кришны. Почти в таким образом трансцендентную форму Господа, все полубоги во главе с Господом Брамой и Господом Шивой удалились в свои небесные пределы. Так заканчивается комментарий Бхакти Веданте ко второй главе книги «Источник вечного наслаждения», которая называется «Молитвы полубогов Господу Кришне, пребывающему в лоне своей Матери». Здесь очень сокровенный момент есть, потому что мать, она всегда мать. Кто бы у нее ни родился, настоящая мать будет любить своего ребенка. И она будет всегда оберегать его, и она будет бояться, беспокоиться за него. То есть она будет пытаться избавить его от малейших беспокойств, и всегда будет пытаться защитить его. И вот Деваки, хотя у нее должен был родиться сам Кришна, верховная личность, то есть тот, кого невозможно победить, никому никогда и ни при каких обстоятельствах, то есть он самый-самый из всех. И несмотря на это она беспокоилась, как бы с ним чего ни случилось. Ее беспокойство материнское было настолько сильным, что высшие правители этой вселенной регулярно приезжали к ней, или прилетали, прибывали к ней, так или иначе, как хотите можете это назвать, все будет правильно. В общем, они являлись перед ней и успокаивали ее. Зачем успокаивать? Зачем так много усилий? Потому что беременную женщину нельзя беспокоить. Беременная женщина должна находиться в спокойном состоянии, так как тревоги беременной женщины могут передаться ее ребенку, который внутри находится. Понимаете? Поэтому они действовали со своей стороны очень ответственно. И если мы говорим, а что беспокоиться? Они же знали, что это Кришна, что как бы она ни тревожилась, на Его это не повлияет. А ей что беспокоиться? Она же тоже знала, что это Кришна, Верховная Личность. И с Ним ничего не может случиться. Но это называется расы. Вкус любящих взаимоотношений между Кришной и Его преданными. Вот этот момент очень сокровенный, очень тайный. Он будет раскрываться. То есть это открытая тайна. То есть тайна, которая доступна сейчас каждому. И вот если вы внимательно, шаг за шагом, вместе со мной будете читать или слушать эту книгу, вы сможете понять все тонкости, все детали взаимоотношений Кришны с Его преданными. И это супер. Это высшая цель человеческой жизни – понять вот эти отношения. Давайте на этом закончим. Завтра мы начнем читать главу рождения Господа Кришны. Просто фантастическая глава. Поэтому оставайтесь с нами. Приглашайте еще людей. Мы будем стараться читать это с полдевятого. С девяти, а с полдевятого, чтобы уже в девять ложиться спать. Поэтому спокойной вам ночи. Пусть вам приснится Кришна. И пусть ваше пробуждение завтра утром будет радостным, ранним, чтобы вы могли сделать как можно больше полезного для себя и для окружающих людей. Спасибо вам за внимание. Субтитры подогнал «Симон»